Туризм, дорожное хозяйство, промышленность в ближайшие годы получат дополнительный стимул развития. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Виктор Томенко провел несколько важных переговоров, итогом которых стало 8 крупных соглашений на сумму инвестиций в 50 миллиардов рублей. За последние три года, будем считать, что 20-й не проводился форум из-за ковида, 21-й он тоже был со своими ограничениями. Поэтому за три последних года было подписано всего 22 соглашения и общая сумма составила более 100 миллиардов рублей. Регион ждет колоссальная поддержка в строительстве объектов туризма. В Белокурихе инвестируют в два курортных комплекса. Еще один появится в горной зоне «Сибирская монета» и будет направлен на туристическую привлекательность для приезжих. Он будет не один, это лишь только первый этап строительства отеля на 250 номеров. Дальше будет и строительство горнолыжного комплекса, спа-центра. Сразу в трех регионах, двух Алтаях и Новосибирской области преобразят Чуйский тракт. Его продолжат расширять, а еще создадут объекты отдыха на всей его протяженности, облагородят достопримечательности. Прирастет новым объектам и промышленность края. В Михайловском районе должны построить завод для добычи содосульфатного сырья из Малинового озера и поддержать там же производство кальцинированной соды. Вместе это 150 новых рабочих мест. Участники форума ощутили повышенное внимание к производственникам. Так до конца года в стране должны разработать механизм инвестиционного налогового вычета. Они дают преференции льготы предприятиям. Предприятиям становится выгодно вкладывать в инженерную инфраструктуру, в замену, в модернизацию своего оборудования. Правда, пока эксперты не дают однозначного ответа, откуда брать кадры для предприятий. И то, что заниматься этим вопросом нужно начинать не с вузов, а с СУЗов и школ, ясно всем. Сделал объявление в газету, требуется оскотник, комазист, комбайнер. Месяц идет ни одного звонка, даже не спрашивают, какая зарплата. Возврат городского жителя в сельскую местность, он чуть ли не связан с каким-то трудовым подвигом. То есть вот просто-напросто нам этот тренд надо в корне менять. Для этого вот тоже тема сегодня поднималась, то есть это поддержка лицеев, то есть и такая связка сельских именно лицеев. Я об этом сейчас буду говорить. Почему? Потому что отправляя в городское лице, я очень хорошо к ним отношусь. То есть мы, тем не менее, большие риски потерять этого студента, потому что, ну в хорошем смысле вкусив городскую жизнь, то есть шансы, что он вернется, они становятся намного меньше. Упомянули эксперты идею агрогородков, представители которых бы занимались сельским хозяйством и жили в развитых комфортных поселениях. На агросферу большие планы. Край может войти в федеральный проект зернового коридора между Россией и Китаем. Для этого нужны будут и современные села, и специалисты, и техника. С последним уже проще. Технопарк в отрасли сельхозмашиностроения в Рубцовске регулярно принимает иностранные делегации и скоро презентует первый совместный проект. На следующей неделе будет большой агрофорум День сибирского поля. Будет представлен первый проект одного из наших резидентов с зарубежным партнером. Уже достаточно, ну скажем, такой высокотехнологичный продукт. Это сейлка точного высева. Реализация новых соглашений позволит создать 3000 новых рабочих мест в Алтайском крае. Федеральные эксперты высоко оценили работу Виктора Томенко на экономическом форуме и подчеркнули, что плотное сотрудничество разных уровней власти гарантирует развитие и поддержку территорий. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.